В нынешнее время купить качественное сверло не так просто. В основном сейчас продают китайские сверла, хотя их качество оставляет желать лучшего. Качество сверла в первую очередь зависит от марки стали, из которой изготовлено сверло. Большая часть современных сверлов по металлу изготавливается из стали R6-M5. Вот такой. Хотя разница между современными сверлами и сверлами времен СССР со знаком качества просто огромная. Китайские сверла не выдерживают. Одного сверла хватает на несколько отверстий. В общем, сейчас вам расскажу, какой же смысл аббревиатуры R6-M5. Буква R обозначение быстрорежущей стали. Слово взятое из английского rapid. Переводится как быстрый. Цифра за буквой R обозначает процентное содержание сплава вольфрама. Для отписываемой марки она колеблется в районе 6%. Далее идет буква M, обозначающая присутствие сплава молибдена. Параметр, стоящий рядом, доля присутствия вещества в составе. Кроме молибдена могут быть содержания Кобальта, К, Ф, Ванади, Т, Титан, С, Церконин. Значит, начнем из самой лидер данной стали R18. Вот название. И берем вот это сверло, как раз сталь R18. Сталь содержит 18% вольфрама. Благодаря чему эта сталь поддерживает обработку металла даже на высоких скоростях. Сверла из R18 не перегревается, долго терпит и отлично сверстит. Но после 70-х годов в СССР запасы вольфрама истощились. И заменили на сталь более низким содержанием вольфрама R6-M5. Про R6-M5 я вам уже так рассказал. Там 6% вольфрама, 5% молибдена. Это рядовая сталь для металлорежущего инструмента. Вот, например, берем сверло. Тут у нас R6-M5. Как правило, таких сверл с таким металлом много. Значит, оно отлично подойдет для повседневного использования в быту. Хватает таких сверл надолго. Правда, более закаленное железо им не просверлить. Для этого подойдет следующее сверло с добавлением кобальта. Это, если вы видите вот такие значки на сверлах. R6-M5-K5. Это то же самое, что и R6-M5, только добавлено 5% кобальта. Отчего эти сверла стали еще крепче и выносливее. Сверло с кобальтом подходит для сверления там, где при сверлении получается высокая температура. Есть еще R6-M5. Можете встретить сверло. Вот таким названием. Это означает сверло, легированное азотом. Происходит на этапе охлаждения сплава, после разогрева его до температуры закаливания. Также есть еще сверла вот с таким названием. Это зарубежный аналог быстрорежущей стали. Переводится как High Speed Steel. То есть сталь для работы на больших скоростях. Сверла из HSS по своему составу схожи со стандартным быстрорезом R6-M5. Кстати, такие сверла также бывают с добавлением кобальта. Сверла имеет маркировку HSS-K. Сверла с такой маркировкой идентичны нашим R6-M5-K5. Сверла с кобальтом для сверления нержавейки и других прочных сталей. В общем, если решили прикупить качественный сверл, недорого, для дома, то я бы порекомендовал вам сначала поспрашивать сверла времен СССР. Если на них будет знак качества, то это вообще лучше некуда. Советские сверла сейчас стоят недорого. Можно их поискать на рынках барахолок. Наверняка что-то можно найти. Старайтесь искать сверла с маркировкой R6-M5, R6-M5-K5, R18, R6-AM5. Это лучшие. В общем, самый лучший, недорогой вариант у дедов на рынке. В общем, это отличный инструмент. Если же решили брать импортные, то они стоят подороже. Например, сверло СССР на 6 мм стоит в районе 40 гривен или 80 рублей. Так как к советской можно купить даже за 10 гривен или 20 рублей. Ну, есть и хорошие иностранные. Например, Bosch. Ну, в последнее время их очень много подделывает. Так что будьте внимательны. Хорошие сверла иностранные. Также RUKO немецкие и IRWIN из Дании. Ну, а так вот, смотрите, у меня это еще не полный набор сверл советских. Я тут собрал. Это поменьше будет. И пользуюсь ими с удовольствием. В общем, ребят, всем спасибо за внимание. Лайкайте. Подписывайтесь. Всем пока.